Итак, всем добрый вечер. Я Зеев Рубинус, у нас уроки Юр-3. Я обещал рассказать о нескольких интересных пунктах сегодня, например, про отца Даниэля. Собственно, с этого все и началось. Отец Даниэль – это такая легендарная фигура, такая мифическая, которая, тем не менее, имела место быть в жизни, я его даже видел живьем и не один раз в хайфе. Значит, и, во-первых, спасибо Дарье, она меня поправила. Это, конечно же, роман Людмилы Улицкой, а не, как я заявил, я ошибся. Значит, это не роман Дарьи Донцовой. У Улицкой есть книга «Даниэль Штайн-переводчик». Значит, этого человека в реальной жизни, большую часть жизни, звали Даниэль Штайн. Теперь, он утверждал, собственно, с чего началась вся эта тема у нас в чате, он утверждал очень интересную мысль, а именно, что можно у евреев разделить религию и национальность. Я, как говорится, краткое содержание всех серий сразу выдам, а потом по пунктам разъясню. Он утверждал, что он еврей по маме и по папе, и христианин по вере, и что это окей. Это его принципиальное утверждение, и этим он прославился на весь, не только еврейский мир. И поэтому его утверждение нужно тщательно рассмотреть. И это такой стадикейс, такой пример хороший, когда мы можем понять, а что ж такое-то еврейство на самом деле. Теперь, ну, в скобках, опять-таки, ни для кого не секрет и не ужас, что в Википедии там не все правильно, да? Я почитал, что про него написано в Википедии, это не просто неверно, это просто наоборот. Про него есть даже по-русски, значит, раздел в Википедии, там просто реально написано наоборот. Поэтому я сейчас буду рассказывать про него на самом деле, факты его жизни, их оценку. И заодно немножко буду поправлять то, что написано в Википедии, потом почитайте. Значит, итак, жил-был, жила-была еврейская семья в Польше по фамилии Руфайзен, как банк австрийский, да? Их настоящая фамилия была Руфайзен. Значит, там было несколько детей, у него был еще брат, который нам ровно интересен. Значит, было два брата, ну, это было два года разница. Значит, между, теперь его польское имя было Даниэль, сори, Оскар, Оскар его звали, а еврейское имя Даниэль. У него был младший брат на два года, Ария. Значит, брат был коммунист. И поэтому, когда в 1939 году произошел раздел Польши, они, значит, все семьей попытались прорваться в Сталинский СССР. Брат хотел идти идеологически младший, семья, отец, мать и брат, поскольку не было другого выхода. В итоге только у брата коммуниста, которого Ария звали, это получилось. Они, значит, вынуждены были вернуться обратно в Польшу. Да, значит, Даниэль Руфайзен имел нееврейскую внешность. Он похож на брата, но в нем нельзя было, если не зная, опознать еврея. Он был в молодости, блондин с голубыми глазами, так схематично. Он знал массу языков. В том числе и довольно хорошо знал немецкий. Там дома немножко говорил на немецком и так далее. Теперь, значит, он вел славную жизнь партизана. То есть он официально, знал немецкий, работал там в комендатурах, там писарям. Он спасал партизан, он предупреждал, он их выдавал. Ему пару раз ловили, пару раз пытались расстрелять, он там пару раз бежал. Даже повторялось. Там был некий цикл. В один прекрасный раз, в очередной раз убежав от немцев из-под расстрела, он спрятался в Кармелитском монастыре. Польша, католическая страна. И опять-таки, сегодня это Западная Беларусь, а тогда все это было Польша. И вышел, он остался там, в этом монастыре до конца войны, там, по-моему, в 1943-1942 году он туда зашел. И вышел из монастыря уже христианином. Оба брата разными путями приехали в Израиль. И младший, и старший. И Ария, и Даниэль. Младший, тот, который коммунист. Он там, как Минахим Беген, там, с армии этого Андерса и так далее, значит, нормальным путем, значит, польских граждан, которых потом выпускали с Советского Союза. А старший, который Даниэль, он приехал по христианской линии, поселился, значит, в монастыре Кармелитском в Хайфе, в Верхней Хайфе. Но так как страна маленькая, все друг друга знают, его история не была секретом, и он прославился. Не в хорошем смысле слова, да? Как еврей может быть христианином. Теперь, нужно опять-таки понимать, что масса евреев спаслась, крестившись для виду, прятались в монастырях. Есть известная тема, как Айзек Олевий Герцог, первый раввин Израиля, ашкенадский, который был после Равакука. Сегодняшний буш-герцог, бывший глава партии Абуда, глава Сахнута, он его внук по прямой линии, да? То есть там все эти герцоги, они очень-очень известные люди в Израиле, такая элита, аристократия наша израильская. Значит, он, будучи главным раввином тогда еще земли Израиля под мандатой, потом государства Израиля, он ездил по монастырям, и собирал вильских детей, есть про это рассказы, и все это правда. Он книгу написал на эту тему, как христиане не хотели выдавать вильских детей, и он заходил, ночью брудил детей, говорил, шма израиль, дети автоматически, кто еврей, говорили, шма израиль, он их забирал. Там очень тяжелые истории, драматичные, люди плачут. Есть это даже, по-моему, по-русски уже сегодня перевели. Поищите рассказы Рава Герцога, Айзека Олевия Герцога, о том, по-моему, это называется «Поезд детей на иврите». Или «Мои дети», как-то так в переводе. В общем, была масса евреев, которые так или иначе спаслись в годы Второй мировой войны от нацистов, крестившись. Теперь нужно, честно, в скобках сразу сказать, что нацисты крещения не воспринимали как повод для спасения. Нацисты видели в евреях расу, расу нельзя ни с чем смыть. Тут в Германии они тут расстрелялись, знаменит, видят Штайн, она, естественно, по фамилии Штайн была еврейкой, она крестилась, была монашка, ее в Казыславу Терни прямо там вытащили из монастыря. Мы там сегодня хануку проводим прямо в здании напротив, на той же площади Казыславу Терни. Не стоя то, что она... То есть все средние века крещения спасало еврея от всего. Нацистов, но не спасало от ничего. Раса осталась раса по ним. И поэтому они всех евреев, которые крестились, выкресты, тоже расстреливали. Но евреи, которые крестились, их уже христианская церковь к ним относилась гораздо лучше. Так или иначе, она, да, их спасала. В противовес нацистам. И к нашему, значит, Даниэлю Штайну. Теперь он стал отец Даниэль, так как он был католический монах. Он не женился. Он очень не любил, что его называли отцом Даниэлем. Так написано в Википедии. Это не совсем правда. Он чувствовался христианином всю жизнь. Поэтому он гораздо роман относился, что к нему говорили отец Даниэль. Но он почувствовал, что он Даниэль Штайн. Он был очень скромный человек, на самом деле. Значит, и к этому Даниэлю Штайну посылали разных людей. С целью, чтобы он вернулся в еврейство. То есть самый известный, кого к нему послали, послали зал Монаш Азара. Который же тогда был президентом Израиля. Зал Монаш Азар был из Белоруссии тоже. Примерно из тех мест, когда он партизан был там, гереческий спасал партизан. Он был немножко или сильно хабадный, Зал Монаш Азар. Рубашкиного настоящая фамилия была. Значит, и на встрече с Зал Монаш Азаром, вторым президентом Израиля, открылась очень интересная вещь. Это он рассказал, президент Израиля. Тогда он сказал, ну кончай свои игры, мы все все понимаем, себя нужно спасти. Да-да, молодец. Давай, возвращайся в еврейство. Он сказал, Даниэль Штайну, но-но-но. Я крестился не потому, что я хотел себя спасти. А почему, спросил Зал Монаш Азар. Потому что, говорит отец Даниэль, не открылась никакая истина. Я верующий христиан. На этом Зал Монаш Азар сказал, наш диалог закончился, я одел шляпу и ушел. Встах делал шляпу. То есть человек утверждал, отец Даниэль, Даниэль Штайн, очень интересное утверждение, что он не просто пришел в христианство, чтобы спасти свою душу и тело, а пришел в христианство по-настоящему. Ему там что-то открылось. На этом история не заканчивается, вернее, только начинается. Значит, в Википеде написано, что он натурализировался, получил за гражданство, это все чепуха, полный бред, как разредет, и он пошел в суд, и дело дошло дохода, он сюда до богатства. Значит, Даниэль Штайн подал в хаевский месрадопнику в хаевский месец внутренних дел, в МВД. Что такое богатство? Высшая справедливость, оно же тогда было, извиняюсь. Значит, Даниэль Штайн подал, сам бы, наверное, бюрократический образ. У него была никакая виза, он жил там, раз в год там продлевал, его там возле несколько лет. Он приехал как бы по христианской, так сказать, визе, на святую землю. Это некая религиозная виза, она есть там для разных религиозных учреждений. Значит, он подал просьбу об израильском гражданстве на основании, что он антический еврей. У него мама и отец евреи. И у него даже на это были документы. И доказательства. Вот его родной брат. А родной брат жил недалеко от Хаефа, там в одном Ашаве в Нижней Галилее. Брат его доказательства. Брат его еврея, той же мамы, той же папы, медицинское гражданство. То есть нет никаких их сомнений документальных в родителях. Окей. Значит, ему отказали раз, отказали два. Дело дошло до Верховного суда и в итоге дошло до Верховного суда справедливости. И на этом, собственно, Даниэль Штайн и прославился. Значит, в Википедии тут написаны ужасно глупые вещи, значит, что Верховный суд признал его требования. Это абсолютно не так, это ровно наоборот. Значит, Верховный суд, опять-таки, это все было в начале 60-х. То есть вся, значит, тема, что его уговаривали вернуться в рейство, это все было в 50-е. Это верно. Значит, Верховный суд ему отказал. На каком основании? На основании, что Даниэль Штайн перешел в христианство, изменил веру отцов. И человек, который изменил веру отцов, перестал быть евреем. И обратите внимание, это был светский суд. То есть там сидел Хайм Коэн, там все были известные израильские судьи сидели, которые судили его не на основании законов Торы, там, Талмуда, Галахи. Это сегодня Верховном суде 10 религиозных судей, тогда их не было. А сегодня бы это прошло слегка? Сегодня бы это тем более не прошло. Я к тому, что сегодня наша, это вот усилилось. Мы сейчас увидим, мы будем читать в Торе, что еврейское самоопределение, ху и с ху, кто такие евреи, оно менялось на протяжении истории. Следующий наш пункт программы, как мы истории учим, что евреисты придутся помогать. Это следующий пункт. Секунду. Теперь, значит, и суд ему отказал в двух вещах напрямую получить израильское гражданство, косвенно признать его евреем. Теперь он жил в Израиле до конца своей жизни, умер там в конце 90-х, но по грин-карте, по Тушавкева, то, что называется, то есть его никто не собирал себя выгонять. Я знаю, люди израиля живут всю жизнь и будут израильскими гражданами. Это бывает. Как и люди живут в Америке, будучи американскими гражданами, и в Германии, будучи немецкими. У него был поставлен вид на жительство, но он был не израильский гражданин и не еврей. И вот это, это принципиальное решение суда, оно не религиозного, административного государства, оно прозвучало на весь мир. Понятно нам, что все религиозные авторитеты, инстанции с этим согласились. Более того, в израильский закон после этого внесли изменения, что кто еврей, то есть кто обладает право на репатриацию, тот, кто родился от мамы в реке раз, и не изменил веру отцов. Это формулировка, которую внесли после суда отца Даниэля Штайна. Она по сей день сегодня стоит. Сегодня, я еще помню, в советское время, все, кого мы ехали в Израиль, мы, значит, подписывали, что мы не христиане. То есть, человека, были случаи, когда люди в Раиле, их депортировали из Израиля. Известная история. Теперь, отца Даниэля это не сломило, он остался жить в Израиль. Он говорил, что он чувствует себя евреем. У него была община таких же, как он. У него была бывая подруга жизни, такая Анка, без точанки. Вот, значит, у него была немка, кстати, урожденная, значит, у него была община таких, как он. Он помогал, он был классный мужик. Теперь, как я его знаю, он гонял на мопеде. Я его видел гоняющим на мопеде. В Хайфе, там, где я жил, будучи студентом, там были пробки большие, в Нижней Хайфе. Он, значит, в огромном коричневом платье с крестом на груди, он на маленьком мопедике, там, 50 кубиков, тык-тык, все пробки обгонял, я его сто раз видел. Там, это вот, там, шалом-шалом. Вот, то есть, он был ужасно крутой, до этого слова на русском языке. Ужасно крутой, кульный парень, то есть, ему было хорошо за 80, который там на мопеде обгонял пробки, да? Теперь, он сделал, когда приехала русская патриация, он сделал ГМАХи, так и общество взаимопомощи. Я знал людей, которые ходили, получали бесплатно одежду, мебель, платье для невест, мелкие сутки без процентов, все, что хотите. Супер-классный парень был, реально, его в Хайфе любили. Он был известен в Хайфе, такая, знаете, местный Микки Маус, местная перемещательность. Вот, его знали, его любили, опять-таки, это Израиль, все друг друга знают. Его реально любили, он был хороший мужик, он знал миллион языков, естественно, в том числе и русский. Вот, поэтому он абсолютно не строил себя папу римского. Все, все круто. Но, он не еврей. Есть фотография, у меня где-то есть в архиве лежит, он со своим братом, это душераздирающая фотография. Сидят два брата, довольно пожилые, оба им за 80. у своего младшего, который бывший коммунист, у Арии, Руфайзена. Они сидят у него в Машаве, во дворе, на природе. Ты видишь, что они похожи? Но один еврей, один с крестом. У того, который Арии, есть там дети вокруг, тусуются, у него, естественно, никаких детей, потому что он христианин. То есть, душераздирающая история. Теперь, он говорил, что у него община такая, вот, ноцерим, ноцерим, и в Рим, таких христиан, евреев. Но это он говорил. Мы понимаем, что в танго должно быть двое, такая пословица, да? То есть, чтобы танцевать, вам достаточно танцевать одним, нужно еще, чтобы сам был партнер. Мало говорить, что я еврей, но чтобы вообще другие в тебя признавали еврея, правильно? То есть, элемент не только самоидентификации, но и признания другими, он в еврействе, чрезвычайно важен и остро стоит. Поэтому, есть миллионы людей в мире, говорят, что они евреи, но только евреи на это не соглашаются. Есть масса общин, существующих в мире параллельно еврейская и претендущая, что она еврейская. Я знаю массу городов в мире на эту тему. Теперь, и поэтому отец Даниэль Штайн был похоронен на христианском кладбище в Верхней Хайфе. И он на самом деле признал, что он не еврей, он не претендовал быть похороненным на еврейском кладбище. И поэтому в момент, когда человек не просто крестился, это бывает, а подтвердил свое крещение верой и идеологией, он ушел из еврейского народа. Как сказал один раввин, еврейский народ, есть много параллелей, много синонимов, это немножко обвиняет поезд. Есть люди, которые едут в нем, есть люди, которые входят в него, это геры, те, кто проходил в Европу, есть люди, которые выходят из него. Это вот как Даниэль Штайн, которые крестились. Теперь, уникальность Даниэля Штайна, в отличие от отца Мения, допустим, других фигур еврейско-этнического происхождения, это то, что он претендовал или продолжал как-то так или иначе в какой-то степени процентов, трудно измерять, чувствовать себя евреем то, что большинство крестившихся не чувствовали. В этом была его уникальность. И плюс, опять-таки, государство Израиль, которое осуществилось в его жизни, возможность его приехать, возможность говорить на еврейском, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому случай отца Даниэля Штайна, я про него даже спорил с одним очень известным генералом из Вяческого генштаба, и он в итоге признал, что я прав, то есть, опять-таки, что человек, который крестится, он теряет и еврейскую национальность, несмотря на то, что папа были евреями. У нас история классический пример, Исау, Яков Исау, у обоих два, папа и мама, одинаковых евреев, один остался в еврейском поезде, другой вышел из него. Поэтому принципиально пример отца Даниэля Штайна, он не первый в еврейской истории. Относительно самой у Литской Людмилы то же самое, она крещенная еврейка. Значит, поэтому в сущности она написала книгу о себе, на самом-то деле, так если задуматься теперь, и поэтому нам нужно понимать одну простую вещь, что Даниэль Штайн экс-еврей, бывший, Людмила Улицкая бывший еврейка, человек родился этническим евреем, но вышел из еврейского народа, сошел из еврейского поезда. Поэтому еврейство, это очень интересная вещь, это не только, что ты у кого-то родился, еврейство нужно продолжать доказывать в течение своей жизни. Более того, сегодня существует утверждение, что как знаешь, что человек еврей, когда его внуки остались евреями. Это очень глубокая вещь, да? То есть, смысл еврейства человека, что не только детяные внуки продолжают быть евреями, да? Они там не знают, что. Поэтому, опять-таки, случай отца Даниэля, он стал прецедентным правом в новое время, в 20 веке. И, опять-таки, подчеркиваю, что это было решение светского суда, которое, естественно, в религиозном случае суда было бы еще круче и еще проще. И поэтому, даже светские евреи, светские израильтяне, согласны, что еврей, который упустился, перестает быть евреем. И это самое главное для нас в этой истории. Теперь относительно души. Души – прекрасные порывы, как говорил некто, граф Бекендорф, глава царской охранки. Значит, смотрите, я очень не хочу, не хотел бы говорить на тему души, потому что это очень сложно. Опять-таки, я говорю, никто не возражает. Это лучше делать лицом к лицу. Но я отвечу коротко. Ситуация, при которой еврей крестится и уходит из зверейского народа, она известная ситуация. она стоит в Талмуде и она стоит в Шурханарухе. На языке Шурханаруха еврейского закона Аллахи это называется Мешумад. Уничтоживший. Что человек уничтожил? Ответ – свою еврейскую душу. Поэтому там есть разные законы относительно разных вещей этого человека, который крестился. Опять-таки, если человек закон различает, если человек крестился под внешним воздействием, как, например, в Испании, под насилием, мытье объем или. Здесь в Германии были крестовые походы, когда, значит, люди насильно окрестили. У меня есть разные истории из разных общин. Например, в Трире, где я работал был раввином общины, значит, там все евреи, значит, убежали. Мы говорим про первый крестовый поход. Все евреи убежали, спрятались как раз у главного там бишопа всей этой области. не помогло. И тогда, значит, часть евреев покончила лесоубийством, просто кинулась в реку местную, в Мозель. Как раз раввин общины согласился креститься. К нашему позору, мы сегодня это читаем. Теперь в Кёльне там были другие вещи, Рож сбежал, я говорил, в Барселону. Да, когда все эти вот крестовые походы и погромщики заканчивались, то таким людям разрешали нееврейская сторона, короли, герцоги вернуться в еврейство. Еврейский закон воспринимал их как евреев. Теперь, опять-таки, здесь есть отдельный пункт про феопских евреев, чуть позже расскажу. В любом случае, значит, смотрите, относительно человека, который крестился, центральная проблема, когда человек крестился добровольно, Даниэль Штайн. То есть он утверждал, что он крестился добровольно, то есть он убежал в монастырь, спасаясь, но остался фигурально в монастыре на всю жизнь добровольно. У него были, естественно, шансы потом и много раз вернуться в вещество, и он сознательно это не захотел. И здесь у нас есть чрезвычайно сложное предложение из Талмуда, которое многих людей путает. Ну, я люблю вас запутывать, поэтому я вам его расскажу без крови от вас, но не применяйте его сами. Значит, предложение говорит следующим образом. Это в Талмуде Сан-Ядрин от Национала в Томе. Значит, в том Сан-Ядрин занимается разными наказаниями, в том числе в основном смертными казними. Там много есть разных агадот, и медрашей. Там написано так. Исраэль шахата, афальпи шахата, Исраэль гу. Перевод. Человек, который согрешил, еврей, еврей, Исраэль, еврей, который согрешил. Не знаю, то, что согрешил, он все равно еврей. Возникает вопрос, про какой грех идет речь. Человек там покушал чизбургер в Макдональдсе, был туристом, голодный в Испании. Это подвергает ему еврейство сомнения? Нет, конечно. То есть, должна быть очень крутая нарушение, очень крутой грех, когда мы бы стали сомневаться в евреи. В ответ, конечно же, речь идет про приход христианства. То есть, на простом уровне Исраэль-Шахата еврей, который согрешил, это еврей, который перешел в христианство добровольно, добавим от себя. И дальше конец предложения. Все равно остается евреям. Ну, как здорово. Можно ходить, гулять, туда-сюда. Казалось бы, ничего подобного. Теперь, здесь закон раздвается на две части. Как говорил один мой учитель, один мой учитель, в Равежской славянной памяти, он говорил следующую вещь. Вы должны всегда помнить, что и в Святом Писании, в Торе, в Танахе, и во всех еврейских книгах всегда есть две сцены одновременно, а именно земная сцена и небесная. И они танцуют вместе. Это уравнение, которое идет вместе. Это системное уравнение, не одно уравнение. Теперь, так вот, с точки зрения земной сцены, и это то, что писал в Ханрухе, Мешума, еврей, который считал еврейскую душу, добровольно окрестился, перестает быть для нас евреем во всех смыслах. То есть, мы не видим в нем еврея, мы с ним не общаемся, нельзя подавать ему руку. Все законные к Мешума, к уничтожению свою душу, абсолютно идентичны к еврею, которому применяется херем, бойкот. Ровно то же самое. С ним нельзя торговать, нельзя ничего. Если он приходит в синагогу, нужно его оттуда выкинуть, если он сильный, мы слабый, мы все в том уходим, пусть сидится. вот так. поэтому мы не видим его в еврея, мы не хороним его, мы не считаем его в миньян, нигде, 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 ни его, ни его семьи. Имеется в виду, что человек крестился с женой с детьми. Но, добавляю Талмуд, дальше начинается самое интересное и самое сложное. Это то, что вы хотели про душу, пишу прекрасные порывы. На уровне кабалы и очень сложных вещей утверждается, что еврейскую душу нельзя уничтожить. И поэтому, когда человек умирает и после 120 поднимает сам тот свет на сутки Всевышнему, как ни странно, как ни странно, его душу будут судить как еврейскую душу. От имени Вилинского Вагаона, от имени Агра, он ничего не писал, ученики его писали, утверждается следующая мысль, что, казалось бы, мы думаем, что человека будут судить, ах, ты такой подлец, предал, значит, еврейство, перешел в христианство, давай-ка, это такой тяжелый грех, мы тебя посудим. Вилинский говорил, ничего подобного. Человека будут судить, наоборот, за множество мелких грехов. Скажи, ты утром, Шмайсель говорил, нет, минус один, руки мылочил, там был, нет, минус два, синагога уходил, никому не мылочил, что тебя там не спрятил, три. Все-все вещи, митцвот, которые ты должен был делать, определенные, все свои виски жизни не делал, о, минус миллион, дружище, ты залетел на том свете, да? Так утверждают, это вот, в книге Эвен Шлема, значит, цельный камень, от имени Минска, когда он его учитель. Поэтому, еще раз, есть некий финал здесь, я не знаю, драматичный или трагичный, что на том свете, в мире истины, в мире Всевышнего, человека будут доступить, как еврея. И поэтому наша задача, не путать наш земной мир и будущий мир душ. Поэтому, человека, который крестится сегодня, мы не рассматриваем, как еврея. Прецедент Даниэля Штайна. Мы не возьмем в Израиль на уровне государства, мы не возьмем в общину, на уровне любой еврейской общины мира. У нас есть бывают случаи, здесь, в диаспоре, в Германии, в Америке, я знаю коллег, когда евреи, значит, самыми разными, крестятся. Мы исключаем их из общины. У меня был даже случай, когда люди, опять-таки, христианские общины на границе всякие, миссионерские евреи из Иисуса, миссионские евреи, это тоже христианство. Значит, опять-таки, в Израиле это нелегально, это нельзя, их за это накажут, это вот. В Германии любая религия легальна, кроме саентологии. Поэтому, они здесь абсолютно миссионерствуют, в Германии. У меня были случаи, когда они соблазнили евреев всякие такие вот свои миссионские кружки и секты. Я вынужден был этих людей, муж и жена, исключить из еврейской общины. Поэтому, опять-таки, мы не путаем земную сферу и небесную сферу. Человек, который ушел из христианства, ушел из еврейства полностью и на национальном, и на религиозном уровне. У нас нет общности, судьбы с ним, у нас разные цели, разные задачи, разные веры. Поэтому, уважаемый выбор, мы с ним не согласны. Мы согласны со своим еврейским выбором, подтверждаем, что мы евреи. Поэтому, который крестился, он не еврей в этом мире. В будущем мире, пусть все, что он разбирается. Вот такой подход. Теперь, а теперь, я вам почитаю, немножко сменим пластинку, под тему, я вам почитаю, как мы в Торе учим, что евреи передается по матери, национальный аспект, если хотите, да. Я сначала почитаю, будет ничего непонятно, потом разъясню, и будем надеяться, что будет попонятнее. Значит, в Торе написано так, эта история находится в книге Ваекра, 24-я глава. Я однажды был в одном зале, опять-таки, есть распространенное заблуждение, которое еще караимы запустили в свет. Бальтер и Дедров очень любили, что злодейские раввины напридумали кучу законов, и поэтому все так плохо по умам придумали. Ответ нет. Все это стоит в Торе. И поэтому рассказы о том, что еврество по матери не упоминается в Торе, это чепуха неверерства. Оно все стоит. Люди просто не знают, они нет где читать и понимают. Сейчас я вам расскажу, я рассказывал это однажды. Окей. Итак, написано Ваекра, 24-я глава. И вышел сын израильтянки, он же сын египтянина, в среду сынов израилевых, и поссорились в стане сына израильтянки, то есть израильтянина, другим. И проклинал сына израильтянки имя Всевышнего, с большим буквами написано, и поносил его. И перевели его к Моше, к Моисею, имя же его матери был шламид, дочь деври, с племени Дана. Посадили его под стражу до явления им решения по слову Господня. Сказал Господь Моше, говоря, выведи поносителя вон из тана и возложат все слышавшие руки свои на голову и выдадут, с этого камнями вся община. И сынам израильтянам скажет так, всякий, кто поносит божество свое, понесет грех свой. Конец истории. Всем понятно, откуда учится, что еврейство по матери. Отсюда Шхана Рух учит, между прочим, больше не меньше, что еврейство передается по матери. Окей. Ситуация следующая. Сейчас я расскажу в целом, а потом перейду к деталям. Будем действовать раши с мидрошами. Значит, у нас есть сын израильтянки и он же сын египтянина. Перевод. Мама еврейка, папа нет. Да? Хорошо. Поссорился с другими евреями. Бывает? Бывает. Ну, что мы тут просто так живем, хлеб кушаем. Так ссорятся люди покруче, как Иван Иванович поссорился с Иваном Денисовичем. Теперь. Этот вот сын израильтянки, сын еврейки, этот египтянин, он богохульство прозвучил на Всевышнего, что нельзя. Теперь дальше не знает, что с ним делать. Перевод. Непонятно, подбежит ли ему наказание или нет. То есть, если человек не еврей, не еврей должен соблюдать субботу. Кашут, всякие другие евреи скажут, нет, конечно, пусть делает, что хочет. Теперь, если человек не еврей, то у него никакого наказания нет. Может быть, хруст, все, что хочешь. Если человек еврей, то ему наказание полагается. Таким словами, вопрос в этом человеке еврей он или нет. И тут есть некое решение, по слову Господу, забросают камнями. То есть, полагается наказание, перевод человек еврей. Окей? А теперь, я вам зачитаю более поподробнее, и вы ужаснете. Ну, немножко. Итак, значит, написано у нас так. И вышел сын израильтянки. Я сейчас читаю Раши, который цветный Даршаба. Откуда он вышел? Имеется в виду в пустыне. Откуда, куда можно выходить? Все в пустыне. Это странное выражение и вышел. Вышел не из Тана. Раби Леви говорит, вышел из мира свой, то есть, лишился будущего мира, лишился жизни после смерти, богохульствовал. Раби Брахи говорит, вышел с предыдущего раздела, предыдущий абзац, который выше, значит, там речь шла про хлебные приношения в Переносной и потом в Постоянный Храм. Значит, он насмехался над Моисеем, в субботний день будут раскладывать хлебы, и все, я принято скажу, свежий хлеб. Там написано, что хлебы, которые в Храме приносили, в Переносном, потом в Постоянном их пихли раз в неделю. Он был против этого, то есть, он был против некого закона, который Моисей утверждал. Ну, может быть, он, Всевышний, есть чертвый хлеб десятилетия давности там хумор, теоретический вопрос. То есть, человек, у него были некие разногласия теологические с Моисеем. Ну, бывает, это можно, это не проблема. Но это не так нам интересно. Аберайта говорит нам, Берайта, это тексты, которые мне вошли в мышну, говорит нам, что вышел из садебной палаты Моисея, где был призван неправым. Вот это нам более интересно. Хотя его отец был египтянином, это уже ближе к телу, отец этого человека был египтянином, не евреем, он хотел раскинуть свой шатер в стане Дана, среди колена Дана, двенадцать колен, колена Дана, в котором лежала его мать. Сказали ему другие евреи, что привело тебя сюда, к нам? Перевод. Что дает тебе право претендовать на это место? Ты почему считаешь себя из колена Дана? Сказал он им, я из сынов Дана. Окей, аргументация. Сказали ему, написано в Торе, каждый признан не своим, со знаком их, по дому отчего. Мужик, у тебя отец не еврей, он не из колена Дана, иди отсюда, гуляй, ты не еврей. Он говорит, я из колена Дана, ему говорят, мужик, ты не еврей, до свидания. Тогда, что делал самарийный еврей? Подает в суд, но мы с вами не просто так, как пишем. парень наш подает в суд, тогда обратился он в судебное палате, подал в суд, нормально, представил рассмотрение и вышел признанный неправым. Проиграл в суд, тоже бывает, тогда он сказал, святый, цифра, это, мидраш Аллаха, майк, раба 32. Хорошо. То есть, у нас есть некая история, в которой есть герой, персонаж, мама еврейка, отец нет, значит, и в чем с ним проблема? его признают неевреем. Дальше, Раша продолжает, Бетох Бнеистер, среди слова в Израиле, учит, что он стал паразелитом, прошел гилд, присоединился к народу Израиля, цифра, цифра, мидраш Аллаха, мидраш Аллаха, это, из которой потом записано Аллаха, на минуточку, да? Теперь, все слушали внимательно? Человек, у которого, мама еврейка, отец нееврея, прошел гилд в пустыне, здорово? Классно, супер, да? О чем это говорит? Говорит он очень простую вещь, что мы говорили, что возможно, три варианта передачи национальности, или как угодно. Первое по отцу, второе по матери, а третье по обоим, по отцу и по матери. Так вот, евреи в пустыне, в поколении пустыни, считали, что еврейство передается по обоим, по маме и по папе. И поэтому есть версия в сифре, что человек, у которого мама еврейка, прошел гиурд. Все слышали? Еще раз. Мама еврейка, человек прошел гиурд. Не потому, что не было документов, которых спалили во Вторую мировую немцы, а потому, что у него был отец не еврей, а еврейство это по маме и по папе. Он Акадий Михайлович. Дела. Хорошо. Значит, дальше в скобках Раши упоминает еще одну другую историю. Сын египтянина. Это тот египтянин, которого убил Моисей. О! Знаменитая история, как Моисей убил египтянина. Поэтому мы немножечко закрываем книгу Ваикра, третью туры, и переходим во вторую книга шмот. Окей. Немножко про папу египтянина. Итак. У-у-у. И было в те дни, когда вырос Моше, Моисей и вышел к братьям своим евреям, увидел их тяжкие труды, повинности и увидел, что некий египтянин сбивает некого еврея из братьев его. И оглянулся по сторонам, видел, что нет никого и поразил египтянина, спрятал его в песке. Убил. Поразил это, убил. Убил нас. Раши. Ишмицри, некий египтянин, это был распорядитель, надзиратель, которому подчинялись надзиратели евреев, сынов Израиля. Он поднимал с первым криком петуха, чтобы они принимали за свою работу. Шмот рабов. Чем была их работа? Не евреи, не египетские надзиратели будили еврейских, еврейские будили евреев. Это такие вот капа первые, да, то есть вынуждены были сотрудничать с администрацией, так сказать, да, то есть где-то это был не первый раз. Итак, Макейшмицри сбивает некого еврея, бьет и преследует его. Теперь на еврите Макейта бьет насмерть, то есть бьет с целью убить. Собственно, и Моисей бил египтянина и убил. Это был муж Шламид, дочери деври. Вайкрат 2.4.11, то, что мы сейчас читали, ссылка, по которой мы перешли. А египтянин приметил ее. Дальше Медраж рассказывает историю, как родился наш сын смешанного брака. «Ночью поднял ее мужа и отослал его из дома. Сам же вернулся и вошел к ней и лежал с этой женщиной. Она же думала, что это ее муж. И возвратился человек этот, деври, в свой дом. Сори, муж Шламид, не знаю его имени, и почувствовал недоброе. Когда же египтянин увидел, что он почувствовал это, стал бить несколько целый день, что будет. Конец. Итак, как родился у нас этот сын смешанного брака? Там даже не было брака. Там было некое изнасилование, когда жена не знала, с кем она спит. В скобках веская традиция отсюда учит, что нельзя вступать в половые отношения, когда люди усталые, пьяные и так далее. Не совсем дают себя чувствовать, что происходит. И сконцентрированы. Это учится и из этой истории тоже не только, но из этой истории теперь, что происходит? В нас есть некий египтянин, которому нравится некая израильтянка, некая еврейка. Он придумал махинацию, комбинацию. Он поднимает ее мужа, так он подчиняется ему по работе, ночью, задолго до того, как нужно. Она думает, он уходит на работу, он к ней власть откроет, как ее муж, она полусонная, значит, позволяет то, что позволяет, потом опа, а она беременна. То есть, как почувствовал человек недобрый, его жена беременна, и не от него. И тогда он, значит, пытается замести следы и убить, значит, этого вот мужа. Возвращаемся к истории в Ваекра. Значит, естественно, да, во-первых, Тора говорит, что Ваеков и Ташем святоствовал, значит, что он произносил непроизносимое имя, то, что на Кипуру храме произносили. Теперь, Аиме Йошламид дочь Деври. Медраж разбирается, почему таким образом написано ее имя, очень странным. Ответ, в Пахову Израиля описание называть эту женщину по имени. Тем самым говорят, что только она была блудницей. Да, то есть, мы знаем, что в Древней Египте не было смешных браков между евреями и египтянами. Это не потому, что евреи были такие крутые, они как раз нет, они там были очень похожи на египтян. Потому что египтяне были антисенитами и презиральными. Для них они были даже не вторым, а третьим классом. Да, и поэтому единственная история даже не смешного брака а совместного ребенка это вот, когда египтянин обманул еврейскую женщину и обманом с ней имел контакт. Да, значит, только она была блудницей. Она не была блудницей в буквальном смысле слова. Сейчас увидим. Ее назвали шломи, это слово шалом, мир, потому что она всех отвлекала. Мир тебе, мир тебе. Было слово охотливо и у всех проживалось о благополучии. Следующее. Знаете, люди, девушки, которые с вами здороваются, привет, привет, как пройти в библиотеку о 12 ночи, нет ли закурить. Египтянин вообще просто понял ее на нем, он понял, что она его приглашает. Дочь Диври от слова до бер говорит, здесь можно понимать, как вы знаете на семейную связь, а на свойство женщины. Она была слово охотливо, вступала в разговор с всяким человеком, и это привело к его падению. Здесь Медраж, раба, пытается понять, почему именно на нее положил глаз египтянин и на других. Ответ, потому что она болтала в 12 ночи, спрашивала, как пройти в библиотеку, просила закурить. У всех кого не нужно. Для Мате Дан, из колена Дана, говорит о том, что Инчестивый навлекает позор на себя, на своего отца и на весь свой род. Перевод. Здесь именно отца, мирночальника колена из колена из колена женщины. Также мы находим имя Дан в другом месте, Алиавса, Мефисомаха из колена Дана, похвалу ему, его отцу и его роду. Это то, что мы говорим по-русски, какой человек, несмотря на то, что его родители, или наоборот, такие родители и такая дочь. То есть мы автоматически связываем родителей, дедушек, с детьми, с внуками. В этом речь и о том, что значит, вот эта женщина, она вела себя недостойно, разговаривала, не было блудницей буквально в смысле слова, но этого хватило, что произошла трагедия, которая произошла. Теперь Шульхана Рух дальше пишет на основе этой столь следующей вещи. И мы не знаем в Писании ни одной истории, где упоминалось бы о человеке, у которого кто-то из родителей не еврей, не важно, кроме истории этого вот, он, кстати, называется по имени, Бен Исраэлит, сын израильтянки он называется, обратите внимание, она у нас по имени, он у нас анонимный дядя. Кроме этой истории. И почему Писание, пишет Шульхан Рух, приводит эту историю, чтобы дать нам прецедент, что такой человек все равно еврей. Согласно Раби Иосефа Горо, согласно Шульхана Руху, эта вся история записана в Торе, чтобы дать нам прецедентное право, конечно, прецедентное право, мы это знаем, не только английское, что здесь у человека отец египтянин, не еврей, несмотря на это, он все равно человек признается евреем и несет наказание. Обратите внимание, да, Дима, вопрос? Скажите, пожалуйста, ведь этот человек, у которого папа, хоть еврей, хоть русский, хоть китаец, он стоял на горе Синай, он прошел массовый геюр, он новый человек, он новая душа. Вообще, зачем вы вспоминаете его папу египтянина? Я понял вопрос, вопрос, теперь я не вспоминаю. Его вспоминает Писание, а точнее, его вспоминает колено Дана. То есть, в конечном итоге решение всегда следующее. Он таки, да, не из колена Дана. То есть, конечное решение, которое выносит Всевышний, я к этому веду, что он еврей и поэтому он получает свою смертную казнь. Но он не из колена Дана. Колено передается по отцу. Коин и левиты передается по отцу. Национальность передается по матери и поэтому он наказан в итоге. Поэтому здесь есть, наидыш, наидыш, два разных закона. Первое, это колено, право здесь, колено Дана было право. Да, он не из колена Дана. То есть, он говорит, у меня мама из колена Дана, но он не из колена Дана. Колено по отцу. А вот мама дает ему его еврейство. Да? Вот. Поэтому ответ здесь двузначный. Не колено Дана, но еврей. Теперь здесь самое главное в собственности то, что Дима спросил. Почему мы опять-таки это упоминаем? Потому что это прецедент на право, что еврейство передается по минимуму по матери. Обратите внимание, против всяких утверждений Караимов и Вольтера и так далее, других невеж, что злодейские каравины там что-то придумали. Написано здесь, что посадили его под стражу до решения по славу Господу. Палмут говорит, что Моисей знал закон в этом случае, но забыл. Есть, по-моему, пять историй-исторы, где вы правите, или четыре, три. Окей, есть несколько разных ведрашей, значит, которые там это вот, есть несколько, окей, сказать. Злил, смотрите, злился, гневался, а он раз пять, но забывал решение только три. Окей, окей, принимаю. Значит, есть несколько историй в Писании, про которые про Моисея написано знал да забыл. То есть, Моисей знал решение, которому, собственно говоря, решено, но забыл. Теперь, и тогда, значит, Бог напрямую озвучивает решение. Здесь, относительно этой истории, у этих трех историй есть что-то общее. Правильно, да, он в пять раз, совершенно спасибо тебе, он в пять раз гневался, а в трех раз забыл. Сто процентов, спасибо. Значит, здесь, чтобы не говорили, что злодейские раввины что-то придумают, в данном случае Моисей, есть такая версия, что Моисей, значит, был нехороший человек, там много напридумывал, а нам там страдать, и туда-сюда. Поэтому Моисей забыл, Бог сделал так, чтобы он забыл, чтобы слово Всевышнего было озвучено, претензии, он обращается наверх, там, да, почему, что, так. Теперь, и Всевышний говорит, это человек еврей. Это человек еврей, то есть, его матери, не знаю, блудница, не блудница, космосменка, комсомолка, это абсолютно нерелевантно, неважно, да. Значит, мама еврейка, человек еврей. Это Всевышний озвучил, поэтому не надо претензий к владельским раввинам, к Талмуду, к Моисею, претензий, к Всевышнему. В скобках, это решение иррационально, оно не обосновано в Торе, у него нет объяснения. Все наши попытки апологетичны, а потому что, а посему, это все апологетика. Да, то есть, нужно сказать честно и правдиво, есть некоторые заповеди в Торе, у которых нет логичного объяснения. Хуким, так называемый, нерациональный закон, там кашрут многие, одно из них, это то, что еврейство передается по матери. Одно из них. Поэтому все наши объяснения, о, там, знаете, всякие эстерософические, о, точно знаем, что от матери, да, но не знаем отца. Это все сказки дужки Мазая. Это все наши попытки к апологетике. Постфактум, ах, я знал. Нужно честно сказать, что евреи единственный народ в мире, у которых национальность передается по матери. Нет ни одного, ни религии, ни национальности, у которой бы что-то, чего-то передавалось с учетом с матерью. Даже народу, мы говорили, этно-религии, евреи, этно-религия, да, то есть их религия, национальность, и на целое, про это все и говорю, да. Даже народу, которые тоже этно-религиозны, как друзья, как японцы, у которых должно быть два, и мама, и папа, их больше. Единственный народ в мире, у которого национальность по матери, это евреи, и это штука истории, я вам показал только что, и это иррационально, и это от Всевышнего. Мы хотим понять, это прекрасно, но это наши догадки, и не более того. Окей, хорошо. Значит, поэтому в Торе написано напрямую, что колено по отцу, национальность по матери. Важный момент, обратите внимание, что еврейское самопонятие кусьху, кто мы, менялось. В поколении пустыни евреи были убеждены, что евреи, это по маме папе, сегодня мы так не считаем, да, и это опять-таки сегодня для нас понятно, что еврей, по маме, не будет проходить дию, в то время как его, по мнению Медраша Сифри, Медраша Аллаха заставили пройти дию. Возвращаясь к теме гиюра, я так и смотрю, мы не все успели. У меня еще есть тут пару тем. Сегодня есть четыре типа гиюра. Гиюр, про который мы говорили, да, вот в Талмуде, да, что люди там приходят, его спрашивают, зачем оно тебе, не знаешь ли ты, что евреи, несчастные. Это гиюр, человеку, у которого абсолютно нет никого среди евреев. Сегодня 95% гиюров в мире и в Израиле в частности, это люди, у которых есть еврейские корни. Понятно, что, в принципе, это разница из того, что мы приспавшим, или что было раньше. Поэтому, я цитирую сегодня Рава Виора, моего учителя, написано, что нужно сюда цитировать, это никого ты говоришь, предвижая избавление, значит, он пишет в своей книге, написал, сколько книг, не от первого на русский, это узкоравинская специфическая литература, значит, есть четыре типа гиюра. Первый, это то, что мы привыкли к логическим юридским источникам из Талмуда и Медрашей, это абсолютный не еврей. У него нет ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни соседа, никого. Немец. Просто. Точно. Это тип гиюра, который из Талмуда. Второй тип гиюра, это то, что мы сказали, 95%. Это люди, которых папа, бабушка, неправильная бабушка, дедушка, сосед, три из четырех бабушек и дедушек. У меня такие случаи есть немало. То есть, два дедушки, одна бабушка, но неправильная бабушка. И так далее. Все это есть, все это мне известно. Это на иврите называется Шемишут гиюр ради чего... Не, сори. Это гиюру, когда есть еврейские предки. И, гиюр номер три. Это то, что мы читали в Талмудле в прошлом уроке. А не положила ли ты глаз на кого-то из моих учеников? Спрашивает ее ради Ханина. Это гиюр ради чего-то. Ради мужа, ради жены, ради детей. То есть, еще раз, пункт номер два, пункт, они близки, но не похожи. Пункт номер два, это человек, который с еврейские предки. Мы не знаем, что у нас с ним будет в будущем. Мы знаем, что у него было в прошлом. Пункт номер три, это ровно наоборот. Мы знаем ради чего? Ради будущего он делает? Ради мужа, ради жены, ради будущих детей. Я говорил опять-таки, Матану, полно... Да, во-первых, в Израиле девяносто шесть процентов, или девяносто пять, я ошибаюсь, в процент. Есть статистика, на сайте КНЕСТа, можете посмотреть. Прошедший гьюр, это женщины. Даже не 80, даже не 90. Это очень известная вещь. Я ее годами имел в виду. Только в израильской армии курс натив, там солдаты... 80 процентов девочки из Херсона. Я прав... Да, 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 да. Теперь, даже девушки, у которых нет парня, положи глаза на того парня. Но она в будущем хочет, чтобы дети были евреи. Поэтому подавляющее большинство, находящий гьюр в Израиле и во всем мире, просто в Израиле источная статистика, до уровня 60 процентов, это женщины. Потому что, как мы учили, у еврейской национальности передается по матери, а не по обойму, не по отцу. Теперь, и пункт, четвертый тип гьюра довольно редкий, это на еврейском адаптация детей. То есть, когда родители, оба евреи, по разной причине у людей не может быть детей, они адаптируют ребенка, неважно откуда, там, в Израиле, так и правило, стран Восточной Европы, бывшие СССР, Болгария, Румыния, на Востоке, там, Таиланд, Филиппины. И такой ребенок тоже должен пройти гьюр. Понятно, да, потому что, согласно Аллахе, мать, кто родила, да, то есть, это относительно, вот, сегодня искусственное рождение, там, оплодотворение и так далее, мать, кто родила. Значит, поэтому есть четыре типа гьюра, из которых наши мудрецы знали только один, классический нееврей. Другими словами, реальность изменилась. Кто мог подумать, что неевреи будут жить с евреями? Египтяне презирали еврея. Это написано в Торе напрямую, причем сто раз. Иосиф говорит, потому что для них, для египтян, позор, кушать то, что кушают евреи. Даже не стыд, это позор. Они даже готовы с ним за одним столом сидеть. Кто говорит про жениться? Египтяне даже не на танцевую дискотеку не приглашали, да, про более там какие-то суровые намеки, там, родители уехали из дома, дом свободный, даже не намекали. Теперь, значит, поэтому опять-таки, мы на протяжении большинства еврейской истории народным миром в голову не могло прийти жениться с евреями, потому что их презирали. Что в арабских странах, что в христианских странах. Со временем, с образованием национального государства, то есть французской революции, то есть конец 18 века, начало 19 века, только с 19 века сначала появилась теоретическая возможность людей с разными религиями, не переходя кому-то к другому, комментировать, всегда можно было жениться, а это имело место. Оставаясь каждой своей религии, жениться совместно. В городе, в мэрии. И только примерно через 100 лет спустя, с конца 19 века, у нас есть очень интересный источник, это раввинские респонсы, шуты. Шилот, вы чего? Вопросы-ответы. Только с конца 19 века у нас возникает вопрос, что есть евреи, женаты смешным браком, кстати, в арабских странах тоже имело место быть. Тоже имело место быть. В меньшей степени, но имело место быть. И в Магрибе, и в Турции. 100% мы имеем такие вопросы. И уже у нас с начала 20 века возникают такие вот сыны или дочери, у которых не как в Торе мать израильтянка, а отец египтянин, а наоборот, мать египтянка, а отец израильтянин. Окей? То есть, в сущности, реальность, при которой мать нееврейка у нас возникла очень-очень недавно, именно с начала 20 века. И пока, теперь, опять-таки, тоже опять-таки, были долгие споры среди евреев. А что делать с человеком, который жнился с еврейской женщиной? Это тоже заняло понять сам феномен. Осуждали, наказывали, выгоняли. Помогло? Нет. Человека выгоняли из общин, не поднимали к Торе. Он что, бросил свою жену? Нет, он вас бросил, общину бросил. И так далее. Поэтому сегодня у нас приходят, сегодня эти люди, полноправные члены общины, их поднимают к Торе. Сто лет назад была война здесь в Германии, всей Европе. Как еврей жнился на немцах? Теперь, у меня был один профессор в Трире, который сказал замечательную фразу, может, еще есть, молодой парень. Он сказал, говорит, сегодня, в наше время, 20-21 век, сегодня, говорит, евреи не евреи, а немцы не немцы. Такая фраза. То есть, эта фраза подходит нам относительно смешанных браков. То есть, если еврей силен в своей вере, он религиозный еврей, он женится на католичке, если девушка католичка, серьезная, настоящая, она выйдет замуж за религиозное еврею, нет, то есть, невозможно. То есть, ситуация такова, что возникает секуляризм, люди слабы в своей вере, что немцы, что евреи, я перейду пример близко к моему сердцу из Германии, и это позволяет теоретически обоим партнерам соединиться. В момент, когда одна из сторон, достаточно одной, сильна в своей вере, их брак невозможен. Согласны? Поэтому, только секуляризация, и довольно сильная, и довольно тотальная, как среди евреев, так и среди немцев, она привела к пунктам Геюра, пункт 2 и пункт 3, а именно, что есть еврейские предки, папа, дедушка. Несомненно, коммунистическая идея здесь очень-очень сильно вложилась, люди искренне верили, что нет разницы между разными ценностями и религиями, новый мир построен, все люди едино, мне это говорили евреи, которые в 30-е годы женились на еврей, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, после этого, мы получаем таких детей и внуков, у которых кто-то еврей, кто-то нет. Еще раз, 500 лет назад, такое невозможно. И пищу лет, и 2, и 3, невозможно, ни физически, ни духовно, ни идеологически. Так, значит, я смотрю, что мы массу вещей не успели, а именно, Геюр, мессианскую эпоху, история Давида Эшламо, эфиопские евреи, отмена Геюра, Геюр, который возвращается обратно, Герш, Шашавли, Суро, возвращение в еврейство, испанские евреи и мараны, и у нас еще вопросы. Ну что, судя по всему... Ну, вообще, самое интересное осталось, нет? Ну, я, честно, я планировал это в 3, это вот. Ну, мы тебе честно, мы тебе честно верим, но я думаю, что все будут рады встретиться еще один раз. Окей, четвертый. Хорошо, тогда сделаем еще урок, сейчас вопросы у меня, теперь по традиции вопросы. Еврейская душа в еврейском теле. Я слышала, что люди, которые хотят делать Геюр, у них есть еврейская душа. Окей, души прекрасные порывы, это мой любимый лозунг, что их надо душить, от имени Беккендорфа, значит, смотрите, по поводу души. Еще раз, мир душ, это очень крутая и сложная тема, мне очень легко преподавать, когда я не вижу всех людей, не вижу глаз, и не можем одновременно говорить. Мир душ, это кабала. Согласно кабале, вернее, согласно графу Потоцкому, который прошел Геюр, и которого сожгли за это живьем во время Виленского гаона, то есть мы говорим про 1700-е годы, 1-го и 18-го века, он перед смертью своей, окей, короткая история графа Потоцкого. Жил, был граф Потоцкий, граф Потоцкий, по-своему, по-своему, самая крутая фамилия в Польше, и Польша продвижала, и там из них короли выходили, короли в Польше, в отличие от Романовых, как судов с Каравией, голосованием назначались, большинством, там были разные короли, вот эти вот Потоцкие, там были самые крутые, графы, аристократы, все схвачено, там, 100 поколений назад и вперед. Теперь, и этот вот Потоцкий, гордость всего этого рода, вы не поверите, стал евреем, то есть прошел Геюр, значит, то есть, человек, который мог стать польским королем, история очень похожа на онкелу Сагера, тоже расскажу вам, человек, которому, кстати, вместо Адриана, главой Римской империи, стал евреем, тут, значит, вместо польского короля, человек стал несчастным женом. Они искали его несколько лет, и благодаря еврею предателю нашли. Естественно, его не пытали, нужно понимать, что инквизиция не имела права работать с евреями, в отличие от остальной мифа, инквизиция занималась христианами, она не имела права трогать евреев, но так как он бывший христианин, то инквизицией занималась, его не пытали, потому что он потоцки на минуточку, но к нему были суровые требования, он отказался перейти, обратно вернуться, сказал, я еврею, умру евреем. И его сказали, что его сожгут. В ночь до его смерти Виленский гонор Вильяу послал к нему посланцев в тюрьму, к нему могли приходить люди в тюрьму, и предложил его спасти с помощью кабалы, вывести там через стены и так далее. Он отказался и сказал, что я хочу осветить имя Всевышнего. И от имени Вильяунинского гонор потом говорили, что есть евреи, которые, как тот предатель, которого выдал, в Алламанше, не мольдите к вас, что для предателей не будет надежды. И есть люди, как празелиты, как граф Потоцкий, которые осветают имя Всевышнего. Так вот, перед своей смертью, перед своей смертью, граф Потоцкий, там приходили все эти христианские священники, значит, он им сказал, они говорили, ну ты ж поля, ты ж католик. Он сказал, что моя душа, все евреи стояли у горы Синай, а души геров и я среди них стояли у подножья горы Синай. Так он сказал. И это стало известно, то, что он сказал. И вот это его идея, что геры, они, души геров, они были не у горы Синай, но где-то за евреями там. Ну, в общем, они не гуляли там на футболе в то время. Они были на получение Торы. Это его идея, которую он принес в мир и которую Виленский Гаон Равильяу принял и передал нам на записанную его книге Эвен Шлиман. То есть он с ней согласился, он был великий каббалист. То есть эта идея правильная. Поэтому с этого времени утверждается, что те неевреи, которые хотят пройти к Юре и проходят его, они были у подножья горы Синай. Но есть другой первоисточник, более поздний, тоже польское прохождение, который говорит, что те, кто прохват к Юре, значит, это некий ангел, который ошибается, и, значит, души селят в неправильные тела. Мой раввин равдруг, что говорит ангел, пьяный был, пурим у него там круглый год. Как такое может быть? Что за вещи? Ангел никогда не ошибается по определению. Ангел выполняет поручение Всевышнего. Он не делает то, что ему захочется. В Макдональд пошел, или не знаю куда. Таким образом, снова сходимся к тому, еще раз, Гер, который пошел к Юре, обновил себя, у него новая душа. У него не может быть еврейской души до Геора. Она становится еврейской, когда он поднимается из микро. Но здесь, я вас люблю запутывать, согласно Кабале, в душе есть разные отделы, отсеки, этажи, комнаты. И что-то там у этого человека не то. Еврейское. И это то, что мы называем национальный характер. То есть люди одной нации, не только еврейской, чувствуют себя как-то родственниками друг с другом. У всех евреев там есть какая-то комната еврейская, где все себя чувствуют в притяжении между собой. У всех поляков польская комната, у немцев немецкая, у русских русская. И это абсолютно нормально, это национальный характер. Поэтому, поэтому есть такая версия еврейская душа в нерезком теле. Это написано в одной книге, сейчас не помню, но я читал это. Еще раз, это не записано за Аллаху, то есть это не засчиталось за основное мнение. Это версия, которая отвергается. Именно поэтому все первоисточники говорят, что гьюра это когда человек получил еврейскую душу. А вот когда отмена гьюра, следующий урок, это когда этого не произошло и произошло фиктивно. Хорошо. Шло Мастров, да, Шло Мастров мой учитель. Спасибо. Еврей, перешедший в христианство, имеют долю в грядущем мире. Таня, из того, что мы сказали, еврей, перешедший в христианство, перестал быть евреем в нашем мире, он судится как еврей в будущем мире и, соответственно, он грешник. И поэтому имеет ли он душу в будущем мире, затрудняюсь сказать, потому что я не Всевышний, не судил подобную душу в будущем мире, представляется проблематичным, потому что человек грешник. Но еще раз, я не Всевышний, я не судья, возможно, и да. Поэтому имеет ли долю в грядущем мире на спасение Всевышнего. А при оживлении мертвых и душа в какое тело вернется? А кто сказал, что его душа вернется? Я не верю, что вернется, а может, и не вернется, да. Кем он будет? Кем будет человек после воскрешения из мертвых? Все вопросы после воскрешения из мертвых самые интересные вопросы, особенно их бабушки, А я, когда воскрес, то мне будет 20 лет или 40, а буду я с Васей или с Петей, со вторым моим мужем, да. Поэтому еще раз, вопросы легитимные, только я не знаю, как на них ответить, да. Потому что никто не был на этой ситуации вообще не из мертвых, и поэтому я не знаю, с кем она будет, в каком теле, 20 или 40 лет, с первым и со вторым мужем, и поэтому, еще раз, Тань, еврей, перешедший христианство в будущем мире, судится, как еврей, но кем он там выходит, выходит ли, и чисто, или чисто, никто не знает. Судя по всему, не выходит. А если еврейка будет суррогатом матерью для неевреев, на консерденции у ребенка? Тань, это то, что я сказал, мать по рождению. Если еврейка суррогатная мать, ребенок еврей, ему нужен геор. Проблема как раз наоборот. У еврейки суррогатная мать нееврейка. Тогда ребенку нужен геор. Мать, та, кто родила. Не та, кто выносила, та, кто родила физически. То есть, когда ребенок выходит из тела матери, мать та, кто родила. На сегодняшний день, кстати, в государстве Израиль относительно либеральные, и легальные законодательства относительно суррогатной Матери Германии, вообще все полностью запрещено. В Израиле это разрешено. Но чтобы не было бамзерута, не заказанных детей, это только незамужние деньги. Как Ятро принял Геюр? Согласно традиции Таня, в момент, когда он сказал, что нет Всевышнего, кроме как Единого Бога. Здесь он стал евреем. Да, Дим? Ну, он не так сказал. Он сказал, нет выше, нет, Бога сильнее других богов. А это не монотеизм, на секундочку. Есть боги сильные, а ваш бог самый сильный. Ну, наш бог самый-самый, да-да, это круто. Мы победили, да, с трудом, но 3-2, тоже хорошо. Теперь, опять-таки, поэтому к Ятро отношения среди мудрецов очень двойственны. С одной стороны выхваливались, с другой стороны катекуют, как вы, Дим, и говорите, поэтому все верно. Учителем графа Потоцкого был Савелинский Гаун. Несомненно, 100%. Он был его примером. Хотел его спасти из-за День до смерти. Тогда понятно, что на Савелинский Гаун. Да-да. Но в Вильниске он тоже удивлялся. А где стояли в Нейноах? Опять-таки, судя по всему, в Нейноах стояли с той же... Пытались пройти Геюр, только опять-таки. Опять-таки, это единые люди, которые признают монотеизм. Просто выводы из него они делают разные. Это уже, опять-таки, легитимно. Еще раз, мы на прошлом уроке учили, что не все, походу Геюр, не все обязаны это делать. Да нет никакой цели в этом, да? В этом нет никакой цели. Итак, дамы и господа, если еще есть вопросы, я слушаю. Если нет... Где были эфиопские евреи, когда принимали Тору? Когда, да. Где были эфиопские евреи, когда мы выиграли 2-1? Окей. Значит, на следующем уроке у нас есть история о Урии Хитийце и Геюр в мессианскую эпоху. Эфиопские евреи, возвращение в еврейство. Возвращение в еврейство – это также Маранус. Я записываю себе. Эфиопские евреи, испанские евреи, отмена Геюра, Геяр, который возвращается на свою стезю. Урок-бонус. Геюр 4 через неделю, в то же время, в том же месте, в тот же час. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,